Интересно, кто это? Кто эти люди? Добрый вечер! Я посоху шуру. Кто не опаздывает, тот ест. Так бывает. Такие компании не должны работать на рынке. Ну и как обычно, продолжаем свистопляску с отметками. Друзья, всем привет и добро пожаловать на учебно-развлекательный таксично-познавательный канал о работе в такси и не только Акристо. Ну а как вы знаете, меня зовут Олег. Сегодня я хотел бы вас познакомить с одним комментарием, оставленным мне под прошлым видео. Обложка к этому видео будет вот здесь. Пользователем Зига. Он оставил очень интересный комментарий. Мне он очень понравился, и я решил вам его зачитать. Мы рождены, чтоб Яндекс сделать сильным. Преодолеть презрение и позор. Нам разум дан. Ждать кнопку на мобильном. А вместо сердца пламенный мотор. Все выше и выше и выше. Комиссии, цены, бензин. И если таксист вдруг не дышит, то его мы заменим. Хер с ним. Друзья, все настолько исчерпывающе, что нечего добавить. Вот абсолютно по нолям. Вот в принципе все так и есть. Большое спасибо за этот комментарий. Хотел бы попросить прощения у пользователя Дементра. Я обещал ему, что напишу про расход, по дизелю, по всяким штукам. Я это сделаю в следующих видео, так что не обижайтесь, все будет. Хотел бы еще напомнить, что у меня есть инстаграм. И смотрите также мои короткие видео, шортс видео, так называемые. Их пока немного, но они есть. Давайте смотреть новое видео. В котором мы узнаем, какие поездки у меня были в прошлую неделю. А также, как отдыхает тот парк, в котором я работаю. Итак, время в пути у нас займет 14 минут. Ориентировочное время прибытия 12.54. Проедем мы с вами 3500 метров. За бортом у нас света, плюс 21 градус. Если будут какие-то пожелания поездки, я звучу. Вы с вокзала хотели пройти? Ну, мы с этого раньше думали пройти про гулять. Ну, в принципе, здесь сколько я говорил, 2,3? 3 миллиметра мы сказали. 3? Ну, да. Ну, не с чемоданом, скажем. Это все сугубо на любителя. Не подумали. Ну, я могу вам порекомендовать экскурсовода. Вы можете созвониться с ним, пообщаться. Давайте, да. Сейчас, секундочку. Плюс 7 911. Мария, скажите, что от Олега. Да. Такси. Да. И я могу сказать с Инстаграма. Можете посмотреть ее Инстаграм и спросить. Да, да. Чтобы познакомиться, так сказать, поближе. Да, алло. Алло, здравствуйте. А вы где? Здравствуйте. У отметки. Что? Я вас не слышала. У отметки. Территория ворд-класс, наверное, да, вот этого вот комплекса. Ну, я понимаю, я вот тоже на территории не вижу. У шлагбаума там, где стоит эта меточка. Ну, вот я у шлагбаума стою, что вас не вижу. Ну, не знаю. Я вот вижу шлагбаум. Ну, я тоже вижу шлагбаум. Могу аварийку включить. Не знаю. А вы с какой стороны? Там, наверное, два входа есть? Я со стороны парка. Я с набережной Мартынова. Ну, вам нужно подъехать с другой стороны будет. Понятно. Хорошо. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Ну, естественно, я туда не поехал. Я не езжу на такие штуки, потому что в момент перемещения пассажир может отменить поездку. И в связи с этим подача будет неоплачена. В этом случае подача, конечно же, неоплачена, потому что я сам отменил поездку. Ну, я это сделал сознательно. Мне приходил еще вдогонку. Опять этот же заказ, ну, естественно, я его не взял. Активность я восстановлю. Но пассажирам желаю быть внимательнее. Понедельник прошел шикарно. Просто шикарнейшее. У меня пять заказов. Четыре тысячи двадцать один рубль. В общем, я еще остался должен. Вот такое казино работа в такси бизнес-классе. Выставился дорогу домой. Кнопочку домой, вернее. И еду домой. Вот такая у нас дорожка сейчас. Вчера был на сход-развале. Смотрите, едем по прямой. Как руль стоит? Видите, крен в левую сторону. Сход-развал я делал в компании Z-AVTO в их пункте на Дальневосточном проспекте. По возможности объезжайте эту компанию стороной. Потому что такие результаты никому не нужны. Добрый день, меня зовут Александр. Да, Александр. А я вот только что звонил. Мы с вами общались по поводу того, что мы сделали. Астра? А, так, развал. Да, развал. А скажите, я могу вернуть деньги за некачественно сделанный развал? Давайте так сделаем. Как вас зовут? Меня зовут Олег. Олег, я ваш номер запишу. С вами отдел контроля лекарства свяжется. Все вопросы регулируют. Хорошо. Да, до свидания. Забавно. Мне пришел заказик. И подача осуществляется по платной дороге. Интересно, почему у меня Яндекс идет по платной дороге? Я что, больной что ли ехал по платной дороге? Подаваться. А кто мне будет это компенсировать? Я тут стоял на заправочке Газпрома. Зашел за сигаретами. И мне тут такой классный подарочек вручили. Бесплатную баночку безалкогольного пива Хейникин. Мелочь, а приятно. И потом пришел заказик в автодом Пулково. Сейчас поеду. Заберу клиента. Повезу на катерников. На ветеранов. Не люблю я это. Ну, да ладно, что делать. Самое интересное, чтобы быть в курсе вот таких событий иногда. которые... Ну, прям вот надо делать что-то сейчас, если вы недалеко. Я записываю короткие видео. Шортс, так называемые. Можно, подписавшись на мой канал, быть в курсе вот таких вот приятных мелочей. Уточники, вы эту съемку подтверждаете? Я не знаю, кто там к вам обращался. Посмотрите. Я не знаю, кто вам там обращался. Вот, Маклент. Тут прерывается, я вас очень плохо слышал. Разводчики звонят. Ну и, как обычно, продолжаем свистопляску с отметками. Мне пришел заказ с адреса Аптекарский переулок 4. А навигатор оставил метку напротив дома Марсово поле 3. Ну, я не знаю, честно говоря, что это. Что это. Ну, сейчас узнаем. Посмотрим. Алло. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Постойте еще минуток пять. Сейчас договорюсь просто. А, все, понял. Хорошо, хорошо. Я вот рядом. Я вижу, уже увижу, да. Забавно. Стоят мужики на остановке. Я рядом с ними стою. Ну, ладно. Окей. Жду, поедем, на стартовую. Ой. Судя по костюмам, Газпром. Не берет трубочку клиент. Будем стоять перед шлагбаумом. Только потом не надо мне говорить. У них стоит подъезд номер 2. Что у них, как бы... Ну, буду здесь стоять. Пассажир написал. Уже выхожу. Что, заказик пришел? На восстание 6 поехали. Блин, вообще огонь. Ну, давай, ладно. Короче, вот с Кириллом встали пообедать на Ваське в китайский. Зашли. И... Эту траву косили. У меня вся бочина правая в траве. Жесть вообще, короче. А вы ко мне? Вышла китаянка. С ребенком. Маленький. Бустер. Нет у меня бустера. Но, однако, вечереет в Санкт-Петербурге. Пришел заказ с улицы Рубинштейна на проспект Просвещения. С отметочкой, не звонить пассажиру. Интересно, кто это? Кто эти люди? Поеду посмотрю. Хочу рассказать об одной поездке. Поездка была вчера, уже ближе к вечеру. Я остановился у метро Чернышевская. Начинался дождь такой небольшой. Ко мне в машину село трое молодых людей. Две девушки, один парень. Я потом спросил, сколько им лет. Им по 18 лет. А когда они садились, я заметил у одной девушки электронную сигарету в руке. Я сразу сказал, что курить нельзя. Потому что знаю о том, что обычно все начинают курить без спроса. Поэтому я сразу опередил. На что мне последовал поверните налево. Ответ. А почему нельзя? Я говорю, ну потому что, во-первых, это может быть неприятно другим пассажирам, которые будут за вами. Во-вторых, это может быть неприятно мне. Прямо 10 километров. А музыку, я говорю, блютуз тоже, без Моргенштернов. Моргенштернов. И очень тихо. Ну, как бы нормально, чтобы можно было разговаривать, не громкая музыка. Опять же, мне последовал вопрос, а почему? Ну, я объяснил, почему. Почему? Объясню, потому что громкая музыка отвлекает водителя от движения. Особенно, когда ты уже в середине смены, или там, ближе к концу смены. У тебя достаточно, ну, в общем, долбить по башке. И ты сосредотачиваешься не на дороге, а на музыке, которая долбит тебе в голове и думаешь, быстрее бы все, ну, как бы, закончилась поездка. А разве мы не поэтому заказываем такси бизнес-класса, что мы здесь можем делать все, мне сказали. Я удивился, говорю, да? То есть вы думаете, что здесь можно нагадить в автомобиле, еще что-то? Не, ну, зачем же нагадить? Я говорю, а вы в общественном транспорте курите сигареты, слушаете Моргенштерна или еще что-то? Как бы, нет, типа, там, там и нельзя. Я говорю, а чем такси отличается от общественного транспорта? А ты говоришь, а чем? Я говорю, такси это средство передвижения повышенного комфорта с индивидуальным использованием. На самом деле, формулировка это моя. С возможностью, так сказать, ограниченного количества пассажиров. Я не думаю, что я ошибаюсь. В общем, всю дорогу сидели тихо, слушали тихонько музыку. Ну, как тихонько? Ну, так, чтобы можно было разговаривать негромко, как все написано в стандартах Яндекса. Ну, естественно, я сегодня с утра проснулся, и что вы думаете? Та-да! У меня снизился рейтинг. Ну, мне, в принципе, пофиг, конечно. То есть, рейтинг мы сейчас поднимем. Какие я для себя выводы сделал? Ну, пожалуй, я не буду брать этих пассажиров больше. Как только я увижу всяких разных малолеток до 25 лет, я не буду просто их брать. Ездите на экономе. и сегодня результат. Ну, на самом деле, все нормально. Я рад, что я рассказал, собственно говоря, о том, что других, окружающих, нужно тоже уважать, относиться, нормально относиться, как ты хочешь, чтобы к тебе относились. Алло! Алло, здравствуйте! Это водитель. Здравствуйте! А я уже проехал. Да-да-да-да, но вы мимо нас проехали, мы возле третьего столба стояли. Я же написал. А мне вот только ваше сообщение пришло. Ну, я когда заказ сделал, я писал, что возле третьего столба. Нет, там не написано, я вам покажу детали заказа. Там стоит столб номер 7. и как? И как мы встретимся? Ну, я стою у седьмого столба. То есть, а кто подойдет? Я просто в зад сдать не могу. Там вы видите, что происходит. Тебе написал, блин. Два огромных чемодана, два маленьких чемодана. Минивэн надо заказывать, блин. Заказ отменен. Хорошо, спасибо за ожидание. Сейчас я не могу. Поэтому заказываю. Да, спасибо большое. До свидания. Пожалуйста. Ну что, понедельник, не задался. Приходит примерно по заказу в час. И даже мой способ не помогает привлечения клиентов. Какой? Посмотрите в коротких видео в шортсах, так называемых. Там я показываю способ, как привлечь заказы. В общем, а я еду сейчас домой и переодеваюсь, и еду на корпоративную вечеринку нашего парка, в котором я работаю. Праздник. Те же. Чебачом. Хоккей с мячом. Ну что, здорово, забоешь ли? Да, да, да. За камеру звать. Привет, привет, привет. Ну что, я и добрался до того места, где проводится корпоративная вечеринка нашего парка, а именно парка авторитет. Сегодня это боулинг на Ефимова 3. Только что мы посмотрели стол. Дальше будем смотреть соревнования, ну и проведение всего нашего мероприятия. А вот этого человека мы, наверное, должны сдаться. Что-нибудь скажешь? Добрый вечер. Сегодня мы выступаем на мероприятии, устроенном благодаря парку авторитет. Я пошел кушу. Кто не опаздывает, тот езжет. Вот. Это правильно. Надумай, абонент говно нет. Высокий уровень 2,4. Блин, фарк. Женграйся, вы контратегисты. Снимаешь? Все снимаешь? На самом деле это наш второй уже забег по бильярду, по боулингу. Вот. Рад, что все собрались, но не все, конечно, собрались. Да, на самом деле, ребята, хочу сказать то, что мы на самом деле все хорошо реально поработали. Есть топовые водители. Кто-то старается, кто-то не дотягивает. У каждого своя история. кто-то забивает с женой поближе и все остальное. Но в основном все реально работали, старались и заслуженно отдыхают. Да, вот. Первым, кстати, награждается Карачун Олег за добросовестный труд, высокий уровень профессионализма, упорства и высокую работоспособность. И еще плюс такая вот авторитет. Крутая ручка. Крутая ручка. Это тебе, Олег. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Только что прошло поздравление и вручение грамот руководителям парка Максиму Дедуэлем. Немного сегодня народу, но вы заметили, какая теплая, интересная обстановка сейчас на нашем скромном вот таком корпоративном мероприятии. так что мы тоже умеем культурно отдыхать и, собственно говоря, расслабляться после тяжелых трудовых будней. Субтитры подогнал «Симон»